Уважаемые коллеги, продолжаю жалкую жаркую тему, которую поднял мой коллега. Я сотрудну не менее сложную, не менее технологичную тему эндопротезирования в онковертебрологии. Я должен сказать, что, наверное, последние три года мы активно развиваем эндопротезирование в онковертебрологии. И это направление имеет свое место и остается на сегодняшний день востребованным. Вы видите, что первичных опухолей немного, по данным литературы это составляет где-то 4-5-6%. И практически мы работаем на метастазы. И всегда встает вопрос, как оперировать или как лечить солитарные метастазы, либо первичные опухоли. Да, это не циркулярная декомпрессия, которая, я соглашусь с Мамедом Джамадовичем по поводу того, что это симптоматическая операция и она имеет место быть. Эндопротезирование выполняется, как правило, у пациентов для лечения первичных очагов в позвоночнике, либо солитарных метастазов. Самое главное в этом деле сохранить на пирамиде три составляющих принципа лечения в ортебрологии. Это нейрохирургическая составляющая вопроса декомпрессии спинного мозга, ортопедическая вопроса стабильности вмешательства. Но в основе этого всего лежит онкологический принцип. Это принцип радикальности, принцип предупреждения рецидива удаленной опухоли. Типичное расположение задней половины тела позвонка. Это все объясняется. И именно с передних отделов, разрушением тела позвонка, его кортикального слоя, технически тяжелее всего выполнить декомпрессию и удалить опухолевое образование. По современным классификациям существует три подхода. Когда есть признаки нарушения ликвародинамики, признаки компрессии с нарушением спинного мозга и компрессии спинного мозга уже без циркуляции ликвара. Вот, наверное, на самом первом типе или втором типе, скажем, данное хирургическое вмешательство наиболее эндопротизирование, наиболее эффективно и наиболее целесообразно и рационально. До некоторого времени, где-то до середины 2000-х годов, очень часто данный вид вмешательства выполнялся путем вентрального спондилодеза. То есть устанавливался аутотрансплантат, либо аллотрансплантат из крыла подвздошной кости. Дополнительно, возможно, проводили стабилизацию фиксирующей пластины. Изучая этот вопрос, мы очень часто сталкивались с вывихами, переломами трансплантата, развитием нестабильности, несостоятельности спондилодеза. К сожалению, данные виды вмешательства не требовали дополнительного постельного режима, применения жестких корсетов, ограничения возможностей для получения специального лечения в виде лучевой терапии. Ну и сам момент забора аутотрансплантата, она вызывала дополнительную травму и очень часто пациентов сильно беспокоит. В мире существует на сегодняшний день большое количество металлоконструкций для вентрального спондилодеза. Они могут быть стержневые, пластинчатые, сегментарные, одностержневые, двухсегментарные, полисегментарные и так далее. Принцип один и тот же, потому что, если взять историческую справку, то начиная с 1987 года уже выполнялся передний спондилодез и после аутопластики, в травматологии это часто использовалось, выполнялся кобом стабилизация пластиной с установкой стабилизирующих винтов. По этому же принципу начала развиваться онковротебрология при удалении тела позвонка. Анатомические особенности определили доступ. Конечно, это удобнее делать правосторонним доступом в силу расположения анатомических структур, но в случае распространения опухолевого процесса на правое половину тела позвонка есть техническая возможность выполнения и правосторонним доступом. Вопрос в том, что эндопротезирование выполняется начиная с шейного отдела позвоночника, заканчивая пятым поясничным позвонком. В зависимости от уровня. Либо это будет доступ по кловарду на шейном отделе, либо торакотомия на грудном отделе, торакофренотомия на уровне TH12L1, либо заднебоковым доступом на уровне поясничного отдела позвоночника. Техническая выполнение, она общеизвестна и, в принципе, не представляет на сегодняшний день больших каких-то сложностей. На сегодняшний день в рамках нашей научной тематики, которую мы ведем, государственный научно-технический проект, с 2015 года выполнено 33 эндопротезирования. Вы видите, что при солитарных это плазмоцитома, хондросаркома, гистиоцитоз, хардома и пациенты с солитарными метастазами легкого, молочной железы, почки, теломатки, печень, предстоятельной железы и НПО. В среднем длительность операции составляла от 50 минут до где-то 3 часов. Объем кровопотери составлял в среднем 600 мл. В нашей республике разработана модель эндопротезов. Это наша разработка, мы имеем патент, телескопические эндопротезы для шейного, грудного, поясничного уровня. Эти протезы сертифицированы, выполнены из титана ВТ-1.0, ВТ-1.6. Это биоинертный материал, который позволяет в послеоперационном периоде всем пациентам выполнять МРТ-исследования и при этом использовать даже лучевую терапию. В качестве клинических примеров вы видите метастазы ракопочки на уровне третьего шейного позвонка, удаление метастаза тела позвонка и замена эндопротеза. Хондросаркома четвертого шейного позвонка, корпектомия, замена эндопротезом шейного позвонка. Метастаз рака предстательной железы солитарной, то есть удаление тела позвонка, замена эндопротеза. Метастаз рака легкого, седьмой, в ТАЖ-8, тоже корпектомия, удаление опухоли, замена эндопротезом. Варианты операции Грюнвельда, когда имеется опухолевое образование верхнего доля легкого с прорастанием тела позвонка, одномоментная симметантная операция с ракальными хирургами, удаление верхней доли легкого, корпектомия, замена эндопротезом. Метастаз рака легкого в ТАЖ-10, тоже удаление тела позвонка с боковой массой и корпектомия. Метастаз рака молочной железы, ТАЖ-10, ТАЖ-11, на двух уровнях удаление корпектомия, на двух уровнях эндопротезирование. Метастаз рака молочной железы в Л1, удаление корпектомии, удаление опухоли, эндопротезирование эндопротезом. гистеоцитоз L1, удаление корпотомии опухоли, установка эндопротеза, метастаз рака печени в L2 позвонка, также удаление опухоли, эндопротезирование, метастаз рака тела матки L3, удаление эндопротезирования. Я должен заметить, что использование данной методики, мы развиваем еще одно направление, это локальная химиотерапия после удаления опухоли в образовании, то есть позволяет после удаления выполнить еще локальную химиотерапию. Мы используем два препарата ЦС-плацелла, сейчас у нас есть еще один препарат в качестве клинического, проспиделонг в качестве клинических испытаний проходит. Поэтому сочетание этих методик позволило в ближайшие результаты, при практически 90-х случаях улучшить в первую очередь неврологический статус, уменьшить болевой синдром. И сочетание эндопротезирования с костной аутопластикой позволяет создать на месте удаленной опухоли формирование костно-фиброзного блока и создает оптимальные условия для продолжения специального противоопухолевого лечения. Все пациенты вертикализированы на вторые и пятые сутки и смогли самостоятельно передвигаться без посторонней помощи. У одной пациентки развился тромбоз правой подмышечной артерии, что потребовало выполнение экстренной тромбоэкстракции. Но летальных исходов не было. Поэтому, уважаемые коллеги, эндопротезирование позволяет одноэтапно восстановить опороспособность позвоночного столба, обеспечить надежный передний спондиладбидез без дополнительной задней стабилизации позвоночника у пациентов с опухолевым поражением, с целью продолжения лечения основного заболевания. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, кому угодно высказаться. Ну мы можем продолжить наше. Нет, на сам эндопротез, на саму модель эндопротеза. Конструкционно. Да. Сергей Владимирович, я хочу тоже уточнить детали по эндопротезу, по конструкции. Она подразумевает возможность раздвижки телескопической. Да, она телескопическая. Телескопическая внутри, она полая, поэтому, естественно, эндопротез мы заполняем ауто-костью, для того, чтобы создать условия формирования костного блока после удаления опухолевого образования. Так, и еще один вопрос. Вот носителем химиоагента, химиопрепарата, что является? Значит, у нас есть два в этом плане подхода. Первую мы сейчас разрабатываем, и активно с специалистами-химиками, значит, разрабатываем вот эту телескопическую модель из углеродопластика, которая имеет свойство накапливать в себе химиопрепарат. То есть при удалении мы вставляем уже телескопическое углеродопластиковое образование, которое содержит вот этот препарат. Но на сегодняшний день при удалении мы укладываем пластины, они изготовлены из целлюлезной ткани, которые пропитаны химиопрепаратом универсального действия со сплацилом.